Я представляю кафедру инженерной системы техносферной безопасности Тихоокеанского государственного университета. Кафедра инженерной системы техносферной безопасности Тихоокеанского государственного университета выпускает специалистов по направлению строительства два профиля – водоснабжение и водоотведение и профиль теплодоснабжения и вентиляции. И по направлению техносферная безопасность – профиль защиты от чрезвычайных ситуаций выпускает этих специалистов для работы в организациях и структурах Хабаровского края и всего Дальневосточного региона. Учебные занятия ведут высококвалицированные специалисты университета, такие как Пуляевский, Г. Михайлович, Каленина-Шубавова, Александрова, Псаров, Ивашкевич и другие. Для преподавания дисциплин привлекаются к работе ведущие специалисты структур Хабаровского края, и они работают в качестве преподавателей и в качестве председателя. Будущие бакалавры и магистры, обучаясь на кафедре, получают комплект знаний по охране окружающей среды и обеспечению жизнедеятельности человека. А именно, они изучают, например, по водоснабжению и водоотведению, такие предметы, как химия, вода и микробиология, мониторинг управления охрана водных ресурсов, чрезвычайные ситуации на водных объектах, экономика систем водоснабжения и отведения, водное хозяйство промышленных предприятий и комплексное использование водных объектов. Лаборатории, которые предназначены для обучения студентов, предусмотрены по дисциплинам гидравлика, водоснабжения и водоотведения. Для научно-исследовательских целей у нас имеются установки для очистки природных источных вод. По специальности теплогазоснабжения и вентиляции они изучают такие предметы, как отопление, газоснабжение, вентиляция, а также кондиционирование воздуха и охрана воздушного бассейна. По направлению техносферная безопасность, профиль защиты чрезвычайных ситуаций изучают такие интересные дисциплины, как управление техносферной безопасностью, безопасность чрезвычайных ситуаций, пожаров, взрывозащита, спасательная техника и базовые машины, медицина, катастроф, экологический менеджмент, аудит, а также экспертиза производственной и экологической безопасности. По профилю водоснабжения и водоотведения выпускники могут работать после окончания вуза в таких организациях, как водоканалы, организации по наладке и монтажу систем очистки воды, и получают знания глубокие, которые на производстве потребуются в дальнейшем, а именно знания по кондиционированию воды, знания по монтажным всем мероприятиям. И они также могут поэтому работать в таких организациях, как специальные монтажные тресты, получая знания по науке, они могут работать в научно-исследовательских институтах Кабаровского, Дальнего Востока и всей России. По профилю теплогазоснабжения и вентиляции выпускники будут работать в организациях, где потребуется знание по способам выработки тепловой энергии с использованием различных видов топлива. Затем по знания по распределению тепловой энергии к потребителям, проектированию монтажу и эксплуатации систем теплогазоснабжения, проектирование энергосберегающей технологии, а также по охране воздушного бассейна. По профилю защиты в чрезвычайных ситуациях будущие специалисты будут работать в структурах МЧС, где потребуются глубокие знания по ликвидации последствий стихийных бедствий, контролю и прогнозированию безопасности, устойчивости экологической и промышленной, а также по ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению необходимых мероприятий при опасных природных и техногенных процессах. На кафедре ведется и научная работа, в которой участвуют бакалавры и магистры, и результаты этой работы востребованы в организации края. Это такие темы, как исследование состояния водных ресурсов, разработка мероприятий по защите от техногенных загрязнений, исследование экологического состояния и мониторинг изменений окружающей среды. И все эти результаты работы, они публикуются в центральных журналах, докладываются на конференциях в ВУЗе и на конференциях в Крае и Дальневосточного региона. Мы надеемся, что те абитуренты, которые поступят на эти специальности, они будут востребованы на производстве и в дальнейшем внесут свой вклад в дело охраны окружающей среды и обеспечение жизнедеятельности населения нашего родного Хабаровского города. Редактор субтитров А.Семкин